Здание электроаппаратного завода было построено в 1891 году и давно нуждалось в ремонте. Сегодня работы здесь идут полным ходом. Фасад реставрирует бригада из 15 человек. Штукатуры, маляры, каменщики и кровельщики. Второй неделе трудятся над восстановлением дореволюционного облика здания. Украшать его будут панорамные окна и подсветка. Подсветку сделаю, чтобы первый и второй этаж подсветивалось. Именно архитектурное здание. А здесь уже потом посмотрим. Здесь также по плану в дальнейшем реставрируем, укладку сделаем, которые старые здания. А потом будем менять окна. Окна уже будут примерно до пола. На обновление исторической части здания ушло около 10 миллионов рублей. Это средства, которые выделили спонсоры. Отреставрируют ли вторую часть здания, расположенные по улице Богдана Хмельницкого, пока не ясно. Между тем, сейчас в областной столице приводят в порядок 7 памятников архитектуры. У нас реставрируется здание бывшей гостиницы Амур, здание управления ФСБ. Ведется реставрируется здание первой телефонной станции Горького-Теневская. Ремонт кровли ЛАЗО-41. Здесь разные бюджеты и небюджетные средства. Объем средств по этому году уже превысил 50 миллионов. И работа продолжается. Буквально позавчера поступили из федерального бюджета с Министерства сельскохозяйства России 12,5 миллионов рублей на ремонт и реставрационные работы учебного корпуса «Дальгау». Все работы должны завершиться к сентябрю. 30 сентября планируется открыть и велосипедную дорожку в районе Новотроицкого шоссе. Проверить, как идут работы на объекте, глава региона решил лично. Ведь ежегодно из бюджета области Благовещенску на ремонт дорог выделяется 300 миллионов рублей. Я вам скажу следующее. Сегодня 5 километров 700 метров только по территории города и порядка 2 километров еще за городом, в сторону Маховой Пади, будет сделано с освещением. И скажу следующее, что это не только нам дает возможность новых участков, но еще открыло те проблемные участки, как до этой дорожки доехать. Глава при Амуре побывал и на строительной площадке набережной Амура. Здесь рабочие заканчивают строительство летнего водопровода и занимаются укладкой тротуарной плитки. Закупили мы высокие триумфы 20 штук и 82 торшера на Урале. Отгружают они сейчас. Купили электрооборудование частично. Делается плитка. Детская площадка должна быть залита. Закончены все подземные работы. Будут вестись монтаж, наверное, уже освещение. А главной достопримечательностью набережной Амура станет детский Кремль. Поставщик игрового городка уже определен. Игровой комплекс начнут устанавливать в первых числах сентября. Кроме того, здесь разобьют цветники и газоны. Торжественное открытие запланировано на октябрь. Всего же на благоустройство участка от переулка имени святителя Иннокентия до улицы Пионерской потратят более 69 миллионов рублей. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.